Кажется, совсем недавно Антон мальчишкой впервые переступил порог седьмой школы. Это был обычный мальчишка, который мог иногда хулиганить, иногда не очень красиво писать в тетради, но никогда не был подлым, всегда поддерживал своих одноклассников, был очень дружелюбным. А сегодня Антон в актовом зале родной школы встречается с новым поколением учеников, рассказывает о военной службе старшеклассникам, отвечает на их вопросы. Мне очень приятно, очень приятно находиться сейчас здесь в школе. Я в этой школе отучился всю жизнь, скажем, с 1 по 9 класс. Все преподаватели не поменялись и также остались все такие же молодые, красивые. Приятно на вас смотреть, приятно видеть себя в вас. Спасибо за то, что понимаете нас, спасибо за поддержку, за письма, которые посылаете туда, за гуманитарную помощь. Ребятам в зале интересно все – и солдатский быт, и то, что поддерживает дух бойцов. А сам Антон говорит, что даже письмо ребенка вдохновляет солдат на подвиги. Приходили некоторые письма, вот смотришь, они прям под диктовку написаны. Берешь и читаешь, понимаешь, что души в этих письмах нет. Вот я приезжал в отпуск, и в январе мне девочка с нашей же школы, Полина Пекович, передала кучу писем. Конкретно написано от души, от детей, все по-разному. То есть я ребятам туда увез, и у кого-то даже видно, что слезы на глазах наворачивались. То есть настолько цепляет это, настолько душевно поддерживает. Молодцы, спасибо, да, что пишут письма. Это надо этим заниматься, это надо делать. Помогает очень хорошо. Ну, конечно, всегда приятно видеть своих выпускников, тем более ребят, которые своей судьбой доказывают, что наша страна жива, сильна. Любой ценой победа будет за нами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...